В Государственном Мемориальном Музее Блокады Ленинграда на одном из стендов экспонируются фотографии довольно странных предметов – фальшивые железные кресты с надписью «Заграбеж и убийство». В самом полном каталоге наград Германии экспертного издательства «Гитлев Ниман» отсутствует фотография этого креста. В разделе «Железные кресты» есть упоминание о нем, и вместо цены стоят буквы «ЛП». Это один из нескольких предметов в этом каталоге, цена на который не указана, а буквы «ЛП» означают высокую степень редкости предмета. Кроме того, в примечании указано, что это советское производство для пропагандистских целей. Почему же именно «Железный крест» был выбран инструментом такого креативного психологического воздействия на мозг немецких солдат? Примеры глумления над одной из самых почетных наград Германии уже были в истории. Во время Первой мировой войны французы выпустили агитационный крест, на лучах которого были нанесены названия французских и бельгийских городов с наибольшим количеством жертв среди мирного населения. Американцы во время Первой мировой выпускали железные кресты, на одной стороне которого был изображен немецкий шлем с надписью «За короля», а на другой – 35 центов за каждый и 3 за 1 доллар. Это унизительное выражение из сленга продавцов оптовых рынков Америки, относящиеся к просроченному или испорченному товару. А чтобы понять, насколько культовым является для немецких солдат и офицеров «Железный крест», вернемся к его истории. Железный крест, как награда, была учреждена королем Пруссии Фридрихом Вильгельман в 1813 году, в период освободительной войны с Наполеоном. Эскиз креста был выполнен самим королем. Его форма полностью соответствовала форме креста рыцарей Тевтонского ордена, таким образом подчеркивая продолжение рыцарских традиций. Сердцевина креста изготовлена из железа. Следует отметить, что в начале 19 века награды обычно изготавливались из драгоценных металлов. Но в то время, когда появилась эта награда, Германии собирали средства для финансирования освободительной войны с Наполеоном и ювелирные украшения обменивали на стальные под лозунгом «Золото для защиты, железо для чести». Первый железный крест имеет на лицевой стороне инициалы основателя Фридриха Вильгельма и дата учреждения 1813 год. Следующий железный крест появляется во время Франко-Прусской войны в 1870 году. На лицевой стороне остаются инициалы Фридриха Вильгельма и дата учреждения награды, а на обратной стороне появляется дата новой войны. С началом Первой мировой войны вновь в немецкой армии появляется железный крест как символ войны. На лицевой стороне все так же инициалы Фридриха Вильгельма, дата основания награды, а на обратной стороне дата начала Первой мировой войны 1914 год. Подобной наградой был награжден Адольф Гитлер. Это была его единственная награда, и он с гордостью ее носил. В 1939 году Гитлер начал Вторую мировую, и снова призраком войны появляется железный крест. В незначительно измененной форме крест стал шире. На лицевой стороне вместо инициала Фридриха Вильгельма и Королевской короны появляется свастика и дата начала Второй мировой войны, а дата учреждения награды переходит на обратную сторону. Согласно своему статусу, железный крест мог быть только боевой наградой, поэтому вводился только с началом крупной войны. В мирное время железными крестами не награждали. Для военнослужащих Германии награда железный крест имела сакральное значение, так как только получив железный крест, можно было назвать себя воином-продолжателем рыцарских традиций. Железный крест изображался на имперском флаге, армейских знаменах являлся национальным символом и олицетворял военную мощь Германии. Осквернение награды приравнивалось к глумлению над государственными символами. По мнению авторов технологий психологического воздействия тех лет, осквернение награды железный крест должно было вызвать у немецких солдат чувство стыда и раскаяния, а также желание прекратить боевые действия и капитулировать. По подобной технологии, во время блокады Ленинграда монетным двором Петропавловской крепости был разработан и выпущен агитационный железный крест. На лицевой стороне вместо даты начала Второй мировой войны появляется год начала войны Германии с СССР, а на обратной стороне остается дата учреждения награды и добавлена надпись за разбой и убийство. В германо-американском фильме «Сталинград», снятого по воспоминаниям немецких ветеранов, есть эпизод, в котором голодные и обмороженные солдаты с надеждой найти съестное бегут и ползут к контейнеру, сброшенному с самолета. К их разочарованию там оказываются железные кресты. Но есть нюанс. Зимой 1943 года немецкий самолет не мог безнаказанно летать на территории окруженной советской армии с полным превосходством в воздухе. Кроме того, вся авиация Германии в то время была переброшена в Краснодарский край, где разворачивалось самое масштабное воздушное сражение в истории. Более тысячи самолетов с каждой стороны. И складывается впечатление, что или фашист-ветеран умолчал о надписях на крестах, или сценарист-режиссер не поняли, о чем идет речь, или просто решили забыть. Ну, очень уж саркастично выглядят надписи на коробке «Привет от Гитлера». И, вероятнее всего, эти контейнеры сбрасывал советский самолет, а кресты были агитационными. На профильных форумах в сети неоднократно обсуждался этот железный крест. И, по первой версии, это гаражная подделка для втюхивания коллекционерам редких предметов, связанных с историей Третьего Рейха. Для технологической экспертизы я обратился к своему другу, лауреату премии Фаберже, почетному ювелиру, кулеш Валерию Петровичу. И, Петрович, вот ты посмотрел вещь, можешь сказать свое мнение? Потому что в сети мнения разделились. Одни говорят, что, возможно, такой предмет был, а другие говорят, что нет, это фуфломицин, сделанный на коленке в гараже, и его выдают за настоящий. В то же время я сам видел, действительно, на Алибабе есть такие предметы, но дело в том, что у них сердцевина сделана из цветного металла, какого-то, с плавой, ну, не знаю, с чего, но не из железных. Они, да, они есть, не знаю, по какой технологии, вот хочу узнать, как ты к этому относишься к предмету. Это однозначно, тут же понимаешь, как оно, это черный металл, ну, железный металл, да, и видно вот следы, что оно собрано бутербродиком, вот. Ну, значит, сама штамп очень высокого качества стальной, двухсторонний. Это только на производстве, только, может быть, это... Я понял. Да. Так что... То есть в гараже такую форму не сделает? Нет, нет, нет. И пресс, который это выдает? Нет, это пресс, ну, да. Это серьезный штамп здесь, значит, сделанный, да. Это не самоделка, явно, что это промышленная. И собрано, значит, вот эти два элемента, что серебряные, они под... Вот он тут болтается чуть-чуть и спаяно. Так же, как они на легкий стоп, на припой посажены. Ну, забавно, забавно, если... Ну, правильно, заслуги такие, да. Ой, мамочки, да. Один из примеров агитации такой интересных. Ну, да, как на сегодняшний день они опять хотят зубки показывать там, да, некоторые. Ну, вот и хочется напомнить даже своим роликам, чтобы они к дедушкам обратились. Уже проходили в 1813-41 год. 200 лет уже, и еще 200 до, 200 после. Всегда готовы напомнить. Да. Знаете, все... Спасибо, Петрович. В музей, в музей, в музей. Это в частный музей. А, ну, отлично. Для полного удовлетворения интереса я обратился к своему другу, коллеге-коллекционеру Юрию. Как я уже рассказывал в предыдущих роликах, каждый для себя выбирает площадку, удобную для торговли антиквариатом. Юрий выбрал Авито, и ссылку на его аккаунт можно посмотреть в описании ролика. Там вы можете найти замечательные предметы, связанные с историей Третьего Рейха в отличном состоянии, с пожизненной гарантией подлинности. И Юрий с удовольствием предоставил для съемок оригинальный железный крест 1939 года выпуска. И мы можем сравнить его с агитационным железным крестом. Первое, что бросается в глаза, это несовпадение формы и размера крестов. Агитационный крест немного меньше и имеет иную форму, чем железный крест, изготовленный в Германии. Кроме того, если посмотреть на соединение двух половинок с торцевой части, то можно увидеть, что качество изготовления и качество сварного соединения у верхнего креста, это агитационный, значительно выше, чем у немецкого. По результатам наших исследований можно утверждать, что для изготовления агитационного железного креста необходимы серьезные производственные условия и ряд высококвалифицированных специалистов. Следовательно, версия о кустарно-гаражном производстве этого креста не имеет под собой никаких оснований. По другой версии, такие агитационные кресты не могли существовать, так как их не находят на полях сражений и не выставляют на интернет аукционах. Это версия отдельной группы коллекционеров, для которых главным и единственным критерием подлинности предмета является наличие 70-летнего слоя ржавчины. Здесь следует отметить, что различные награды Третьего Рейха, находящиеся на сегодняшний день в продаже, это либо приобретенные на иностранных аукционах, либо в большинстве своем откопанные из земли. А мода на предметы с нацистской символикой появилась с увеличением количества всевозможных копателей, которые постоянно пополняли черный рынок своими находками на языке копателей хабаром. Так появились коллекционеры униформы, знаков, пуговиц, фляжек, пряжек и другого имущества немецкой армии. Во время войны наши солдаты в качестве трофеев с удовольствием забирали то, что можно было использовать. Портсигары, зажигалки, часы. Особой популярностью пользовались инструменты. Нашим бойцам и в голову не приходило снимать железные кресты с немцев. Во-первых, железный крест нельзя было использовать в быту, а во-вторых, за предметы со свастикой можно было получить, мягко говоря, большие неприятности. До настоящего времени периодически попадаются трофейные предметы, на которых у курицы отпилен паук, что на сленге коллекционеров означает «у германского орла удалена свастика». У трофеев, если предмет планировалось использовать в бытовых целях, свастика спиливалась или затиралась. А в окопных условиях, за тем, чтобы к солдатам не попадали различные вражеские агитационные материалы, бдительно следили у немцев сотрудники Абвера, а в Красной Армии офицеры ГПУ. Поэтому отсутствие на полях сражений и на интернет-аукционах агитационных железных крестов за грабеж и убийство вполне очевидно. Как воздействовало это и другие агитационные технологии на психику немецких солдат, интересующиеся могут прочитать в воспоминаниях ветеранов германской армии, вернувшихся живыми после прогулки по российским лесам и степям в середине XX века. Исторические события содержат еще много загадок и тайн, а материально-предметные свидетели, как этот железный крест, помогают приблизиться к их разгадкам. В ближайшее время этот раритет появится в продаже на наших площадках. Подписывайтесь на канал Антиквар Краснодар. Впереди вас ждет много интересного из жизни антикварного ареала и его обитателей.